Детский парк аттракционов О своей популярности даже не подозревают. Кому 91-летняя блогерша Баба Лена обязана своей раскруткой в Инстаграм и как ее занесло на Алтай? Итак, с сегодняшнего дня Барнаул в сводке главных криминальных новостей страны. В Кривом суде началось судебное разбирательство по делу Андрея Ткаченко. Это один из самых известных воров в законе. Родоман из Павловска после переезда в Москву. О родной земле не забыл. По версии следствия создал здесь банду. Теперь вот предстал перед законом. Статус криминальный мир. Вор. У вас есть уголовный имя? Андрей Ткаченко. Ткач или Ткач Неганьский. То есть смотрящий за няганью к городам в Ханты-Мансийске. Это был 2007 год. Уже тогда авторитет попал в правоохранительные сводки, но ни разу не был задержан. В 2013 его повысили и короновали. Воровской статус. А в 2015 году, уже переехав в Москву, Ткаченко по версии обвинения создал преступное сообщество на Алтае, в Барнауле и Новоалтайске. Это были вымогательства по обвинению, кражи, мошеннические действия. Поэтому жертвами становились в ряде случаев предприниматели, либо лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Соответственно, члены организованной группы пытались взыскивать с них несуществующие долги и так далее. В 2016 в Москве Ткача задержали. Сейчас на скамье подсудимых в краевом суде он и его местные соратники. Семь из них вместе с Ткаченко под стражей, еще пять под подпиской о невыезде. В деле фигурирует 21 потерпевший. Основной удар пришелся на Новоалтайск. Там работала большая часть преступной группировки. Кроме вымогательств, считает обвинение, они воровали рельсы, трубы с железной дороги. Адвокат Ткаченко от комментариев отказался, а защитники других надеются смягчить статьи и добиться условного срока. Я думаю, что эпизоды, вменяемые моему подзащитнику, лишние, которые были органами предварительного следствия, и вменены ущерб, который был причинен моим подзащитным, значительно также меньше. Ну и к тому же, предварительные сговоры группы лиц в составе какого-то сообщества тоже ставятся под сомнение. Если что-то было, так скажем, содеяно, то думаю, что не в том объеме, который моему подзащитному вменяется. Подсудимых обвиняют в краже, мошенничестве, вымогательстве, угонах в составе организованной преступной группы. Лидеру Андрею Ткаченко придется отвечать за всех. Если будет доказана его вина как создателя сообщества, при этом имеющим высшее положение в преступной иерархии, ему может грозить вплоть до пожизненного срока. Сегодня к рассмотрению дела так и не приступили. Один из обвиняемых в суд не явился. Следующее заседание назначено на 16 октября. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжим. Резкая смена погоды привела сегодня к всплеску ДТП. Только в Барнауле, по данным, на середину дня произошло 8 аварий, 2 человека пострадали. На основных магистралях образовались 9-ти бальные пробки. По данным ГИБДД города, в 7.25 на улице 80-й гвардейской дивизии 26-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter сбил 46-летнюю женщину, которая, скорее всего, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и доставлена в больницу. Ну а на Бийской трассе около села Троицкая перевернулся прицеп у КАМАЗа, из-за чего движение днем в этом районе было затруднено. В связи с плохими погодными условиями водители и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. Полный прогноз погоды вы узнаете в конце выпуска новостей. Сомнительное соседство. На территории парка аттракционов Барнольская крепость работает совсем не детское заведение. В непосредственной близости от колеса обозрения разместили кальянную. В нашу редакцию обратились возмущенные родители, которые считают, что запах курительных смесей и дым курящих поблизости с заведением негативно влияют на подрастающее поколение. Наша съемочная группа решила выяснить, почему за взрослыми забавами вынуждены наблюдать дети. Это любительское видео было снято несколько дней назад. Происходило все в вечернее время, хотя на часах не было и восьми. Парк аттракционов Барнаульская крепость продолжал принимать посетителей. К слову, работает он до 20.00. Один из родителей почувствовал подозрительный запах табака, после увидел клубы густого дыма. Оказалось, что на территории семейного отдыха, без какого-либо ограждения, расположена кальянная. Возмущенный таким соседством мужчина попросил жалобную книгу. В общем, вы мне не даете телефон руководства и вы мне не даете жалобную книгу, верно? Я так понял, что верно. Ладно, всего хорошего. Курящие молодые люди потребовали, чтобы мужчина удалился, отметив, что кальянной еще не открыто ведется техническая подготовка оборудования. А это уже вечер следующего дня. Парк аттракционов все еще принимает посетителей. На территории кальянной знакомые лица. Тот мужчина, который вчера к вам подходил, да, вы вспомнили эту историю. В тот момент было техническое открытие, мы не принимали посетителей. И то есть человек, не являясь нашим посетителем, требует книгу жалоб. То есть у нас идет открытие, я попросил удалиться, он не послушал нас. Работники заведения отказали сообщить, кому принадлежит кальянный, и дали понять, что корпоративные тайны им велено не разглашать. Как на него выйти? Как на него выйти? Это трудный вопрос. Как его зовут хотя бы? Ну, вообще он говорит то, что при таких вопросах неважно посетителям никому не говорить, кто он. Потому что он очень такой человек. Ну, мы СМИ. В ближайшее время мы намерены познакомить вас с позицией собственника парка по этому вопросу. Между тем, с точки зрения законодательства, оказывается, нарушений в таком соседстве нет. Как рассказал нам депутат Государственной Думы Николай Герасименко, на данный момент официального запрета на курение кальянов в общественном месте не предусмотрено, поскольку курительные смеси считаются относительно безвредными. Там, будем говорить, никто не знает, что они туда вкладывают. Вкладывают. Зачастую в один кальян, да, там, по количеству, допустим, те же никотина, там, одно и то же больше, чем по обойкуренной пачке сигарет. Поэтому никто не знает. А я думаю, там можно, допустим, проверить. По словам Герасименко, в ближайшее время депутаты Госдумы намерены дополнить документ, запрещающий курение в общественных местах. По мнению российских чиновников и депутатов, электронные сигареты или кальяны так или иначе являются пропагандой курения. А то, что взрослые забавы происходят на глазах у детей, как минимум лишено всякой морали. Мы планируем дождаться официального ответа собственника парка о таком сомнительном соседстве. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Лесовоз и междугородний автобус столкнулись сегодня на трассе Бийск. Барнаул есть погибшие и пострадавшие. Такова легенда учений, которые в эти дни проходят в крае. Мирно! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие здоровы! В работе задействовано 56 единиц техники и 172 человека. Это специалисты гражданской обороны, противопожарные службы, ГИМС и другие спасатели. Это этап всероссийской тренировки в крае. Она проходит в течение трех дней в разных точках. Региональное управление МЧС просит граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Завтра спасатели будут отрабатывать действия служб при утечке аммиака на крупном предприятии. Смотрите материал в наших ближайших выпусках, не пропустите. Автомойку на улице, расположенной на территории туристического кластера в Барнауле, требуют снести. В арбитражный суд обратился городской комитет по архитектуре. Автомойку начали строить в августе. Тогда за снос конструкции высказались все, кроме владельцев сооружения. Но строение не только стоит, но и, судя по всему, готово к открытию, рассказывает Анастасия Дороган. Так автомойка выглядела в августе, а так сегодня. Несмотря на обращения и запросы чиновников о запрете строительства, каркас сооружения обрастает металлом. И не только. Есть освещение, распылитель, видеонаблюдение. При нас из двери, соседней с опечатанной, вышли мужчины в робе. Какую-либо работу здесь отрицали. Вы проводку проводите или чем занимаетесь? Мы занимаемся наружу, мы к проводке не имеем отношения. Прежде владельцы автомойки просили дать им время, чтобы ее достроить. И не говорили, что она впишется в существующий городской ансамбль. Но, судя по металлической конструкции, вписать в ансамбль невозможно собирается лишь цвет – желтый. Интересный факт, но защитой турзоны власти города занялись после волны возмущений со стороны барнаульцев. Городской администрации нам пояснили, строящиеся здания находятся на территории защитных зон ансамбля Демидовской площади. Поэтому его и нужно снести. Правда, где начинается эта зона, не уточняют. И добавляют, для такого капитального строительства нужно запрашивать разрешение. Владельцы автомойки не согласны. Говорят, это временные объекты, требования под него другие. К тому же противоречий с кадастровой карта нет. По ней этот участок и предназначен для эксплуатации автомойки с магазином. Это полностью сборный объект, у которого нет фундамента. Сваи не забиваются, никаких работ, которые могут повлиять на окружающее здание, нет. К тому же, если целевое назначение земельного участка соблюдается, а оно соблюдается в данном случае на 100%, то никаких согласований не требуется. 18 октября арбитражный суд вновь будет рассматривать дело о сносе строящейся автомойки. А 19-го вступит в силу запрет на строительно-монтажные работы на этом земельном участке. К тому времени автомойка может уже начать работу. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Сама она даже не подозревает, что стала известной. 91-летний блогер из Красноярска уже 7 лет путешествует по миру. Недавно добралась и до Алтая, сейчас отдыхает в Белокурихе. Благодаря кому бабу Лену знают не только в России, но и во всем мире, и почему она хотела побывать именно в нашем крае, ответы знает Ирина Харитон. Елена Михайловна в свои 91 к микрофонам и камерам привыкла гораздо больше, чем к тому, чтобы решать кроссворды и вязать носки. В последнее время журналистов видит чаще, чем своих внуков. Ведь, несмотря на солидный возраст, она тревел-блогер. Путешествовать пожилая женщина начала, когда ей было 84. Но внимание прессы она привлекла два года назад, после поездки во Вьетнам. Там Елену Юрхову заметила жительница Красноярска. В этом городе живет и сама бабуля. Женщина удивила, что бабушка путешествует одна, и она даже сделала по этому поводу пост в Фейсбуке. На него сразу отреагировали журналисты. Она возьми, вот на телевизор Красноярска сообщила, что такая бабуля ездит сколько лет и ездит одна. И вот меня первый раз пригласили на модные приговоры. Сопровождая бабушку в одной из ее поездок, корреспонденты создали ей аккаунт в Инстаграме. Теперь им занимаются ее внуки. Путешествуя по разным странам, Елена Юрхова на самом деле всегда мечтала побывать именно на Алтае. И вот сейчас бабушка-блогер отдыхает в Белокурихе. Ее, как новую медийную личность, пригласили на курорт сотрудники санатория и подготовили для нее насыщенную программу. Она является примером жизнелюбия, радости, позитива. И не только для наших сотрудников, но и наших гостей. В течение двух недель Елена Михайловна будет принимать у нас лечебные процедуры. Врачи санатория назначили ей уже лечение индивидуальное. Что ни день, то новое событие. Каждый яркий момент в санатории тут же появляется в лентах ее подписчиков. А их у бабы Лены 104 тысячи. Несмотря на популярность, реклама в блоге не размещается, как говорят сами внуки. Хотя для сотрудников курорта внимание со стороны ярких людей немаловажный факт. Встречать особых гостей каких-то у нас в санатории все привыкли. Потому что на территории нашей России не так много курортов высокого уровня, куда люди могли бы приехать. Мы приглашали Аллу Борисовну. Она пока тоже не приехала, но ожидаем. Теперь Елена Ерхова – почетная гость санатория. Сама она даже не подозревает, что ее ставят в один ряд с популярными певцами, политиками и журналистами. Кстати, на аккаунте бабули ее внуки, как признались нам в телефонном разговоре, не зарабатывают. Лишь принимают приглашение путешествий по миру. Очередное совсем скоро. От нас баба Лена отправится в Бразилию. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. В Барнауле готовятся к главному региональному событию в сфере информационных технологий. 11-й Алтайский IT-форум, который пройдет с 18 по 20 октября, представит новейшие разработки в этой области. В этом году гостей ждут на трех площадках. Наряду с театром драмы круглые столы обсуждения пройдут в Алтайском госуниверситете и правительстве края. Центральные темы – проблема подготовки IT-кадров, кибербезопасность, технологии умного города. Но главное – развитие цифровой экономики, как в России, так и в Алтайском крае. Мы постараемся пригласить компаний, которые уже имеют опыт, потому что в любом деле важен практический опыт. Мы планируем пригласить компаний, которые активно используют цифровую экономику, уже не просто в планах, но сделали первые шаги. Открытие форума состоится 18 октября в Театре драмы. На официальном сайте мероприятия продолжается регистрация всех желающих. В некоторых районах края по-прежнему дождливо и прохладно. В Бийске до 7 тепла, в Рубцовске и Алейске 9 выше 0, в Кулунде со знаком «плюс», в Барнауле дождь, ветер западноумеренный, до 6 тепла ночью, до 12 днем. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня все на этом. До встречи!